Мастер-класс «Коучинг предпринимателей» 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 для человека или для компании, называют себя бесправдным коучингом. Ну, да бог с ним. Итак, что касается коучинг... Светлана, можно первый слайд, пожалуйста, по презентации? Светлана. Светлана, временные трудности. Светлана, пока вещаем, Айголь, презентация сейчас включится. Хорошо, хорошо. Мне не нужно включать свою презентацию, она у меня открыта, могу поделиться. Можете сами, да, если вам так будет удобнее. Демонстрация экрана. Так. Внизу меню демонстрация экрана, либо share screen. Share, вот. Screen и выберите именно ту вкладку, которая вам нужна, чтобы демонстрация экрана состоялась. Я вижу, как вам доставку. Попробуйте еще раз. Так. Стоп, share. И повторно. Вот, да. Вышло, да? Да, вышло. Можете, да, вот нажать как раз на демонстрацию слайда. Да, вот как часто бывает, я не знаю, здесь процентное соотношение коллег-каучей, тренеров и предпринимателей, но я думаю, что многим знакомо такое чувство, когда вот весь рабочий день прошел как связистов в труд. То есть работали много, много чего делали, много встреч проводили, а результатов нет или они не радуют. Почему это происходит? Вот в последнее время тоже особенно много общаясь с предпринимателями, задаю такой вопрос. Чем вы занимались? Чему посвящали больше всего времени в рабочее время? И выясняется, что, ну, действительно, люди занимаются очень много чем. Проверяют счета, там, проверяют, работают в бухгалтерии, или, там, общаются с поставщиками, или, там, отвлекаются на семью. Но в конце рабочего дня результата нет, человек приходит в стресс, потому что в лучшем случае, если он себе что-то планировал, это хорошо себе планировал, он не смог достичь. А часто люди не понимают, куда, они просто текут по течению, плывут по течению. И тогда вот хочется сказать, ну, что же вы не работаете с кем-то, с ментором, с консультантом или с коучем? Для чего это нужно? Так, сейчас следующий попробую. Да, во-первых, потому что у подпринимателя коуч помогает держать фокус. Мне кажется, вот это одно из важных таких, один из важных моментов. Во-первых, ставить чёткие себе цели, ставить этапы достижения целей, проводить куч или ментор может помочь посмотреть цели, там, по смарту, как они сделаны, и держать фокус. Вот это вот самое главное. Потому что очень много чего в жизни у нас случается, и на что мы можем отвлекаться, и не достигаем своих именно бизнес-целей. И ещё есть такая вещь, я обратила внимание, что очень много хороших идей возникает. Но, к сожалению, хороших идей всегда будет больше, чем способность их осуществить. И когда я говорю про способности, я не имею в виду способности чисто человека, ментальные там, интеллектуальные, а просто может недостаточно быть ресурсов, может быть недостаточно времени, финансов и так далее. То есть разных ресурсов. И человек тогда, он раздирает, он начинает, у него пришла замечательная идея, он не хочет её упускать или боится, что кто-то другой придёт на рынок, займёт эту нишу и начинает заниматься этим. Но зачастую бывает так, что вот эти идеи, они, во-первых, просто основаны на эмоциях. Что-то понравилось, что-то откликнулось, что-то нам срезонировало, и мы хотим этим заниматься. Другой момент бывает, когда играют амбиции. Ну, не знаю, здесь в чате я увижу, нет, у кого такое было, что да, вот захотелось доказать, я круче, я могу. Или посмотрели, как другие что-то там делают и решили, а мы сделаем лучше. И начинает проект или начинает какой-то бизнес. Но здесь засада в том, что если человек не проработал это на уровне глубинных ценностей, а просто это диктовалось каким-то одномоментными эмоциями или амбициями, то, во-первых, даже если этот проект осуществится, вряд ли будет большое удовлетворение, а чаще всего, скорее всего, он забросится. И получается, что время потратили зря. А когда работает предприниматель с коучем, тогда он может проработать вот это на глубинных, на уровне глубинных ценностей и понять, нужно этим сейчас заниматься или не нужно, или можно с этим повременить, или это вообще, в принципе, ну пусть тогда другие делают. Затем, часто бывает, почему не обращаются, почему не работают с коучами, не знают о коучинге вообще или знают только мифы. И здесь, конечно, предстоит ICF, ICF Russia, Казахстан, у нас пока еще чаптер нету, мы с вами, Россия. Но я думаю, что коучам во всех странах мира объединить усилия или индивидуально каждый, просто повысить всеобщую осведомленность людей о коучинге вообще, чем он может быть полезен для бизнеса, какие перспективы дает и в чем выгода от работы с коучингом. Чайные предприниматели говорят, я сам все знаю, зачем мне кто-то нужен. Другой говорит, коуч ничего не понимает в моем бизнесе, как он или она могут мне помочь. Часто я слышу такое, что говорят, никто не знает мой бизнес лучше меня, поэтому, ну, кроме меня никто этим не может заняться, и никто действительно помочь не может. Иногда слышим такое, это дорого, зачем платить деньги, тем более не знаешь, как это работает. Резидент, прошу прощения, у меня что-то тут чат. Меня хорошо слышно, да? Да, вас хорошо слышно, здесь у нас вопрос. Не очень точно задумываю, могу его зачитать. Айгуль, подскажите, вопрос от Артема, разве, если у человека появляются новые идеи, это разве не значит, что ресурсы точно есть? Другой вопрос, увидеть их, умение ими пользоваться. Да, спасибо, Артем, за вопрос. Вы знаете, идеи будут появляться постоянно, и это классно, если они появляются. Значит, человек думающий, человек развивающийся, и он стремится к чему-то большему, на месте не стоит. Но другое дело, когда идеи появляются, можно же просто распыляться на разные идеи. Но с другой стороны, я не говорю, отказывайтесь от этой идеи. С коучей можно проработать эту идею и понять, насколько она вам важна, насколько она вам ценна. И сейчас вот немножко про идею, про бизнес, я поговорю дальше, и про те вопросы, которые коуч может использовать для, скажем так, пробуждения осознанности насчет бизнеса, который уже предприниматель есть, которым он занимается, или которым он хотел бы заняться. Если позволите, к этому вернусь чуть-чуть попозже. Но, естественно, я не говорю, что надо отметать эти идеи, просто я говорю о проработке их на уровне глубинных ценностей, понять, насколько они действительно важны. И существует также вот такой миф, что раз я с коучем работаю, значит, коуч отвечает за результат. Ну, перед этим коллеги тоже говорили про компетенции, про контракт, и как раз-таки коуч за результат не отвечает, отвечает клиент. Коуч издает условия для работы и пространства, вернее, пространства, да, и условия для работы с клиентом, чтобы вот как раз-таки в нем пробудить осознанность. И еще я слышу такое, что предприниматели говорят, ну, это же мои сотрудники, я их нанимала, я сам с ними справлюсь. Но вот опыт последних двух лет работы с командами, с компаниями, как в корпоративном секторе, так и с частными предпринимателями показывает, что, к сожалению, не всегда могут справиться сами. И еще одна такая, я бы сказала, засада, я сам все знаю, а делать не буду. Ну, это опять-таки вопрос о том, насколько человеку нужно, что ему действительно нужно, и что ему самое важное, что для него самое важное. Многие предприниматели, ведь начиная бизнес с идеи, с какого-то вдохновения, и это может быть действительно очень хорошая идея, и она им резонирует и на уровне глубинных ценностей, но не хватает каких-то компетенций, как управлять этим бизнесом, и начинается обучение по ходу. А бизнес-куч, как раз-таки, это человек, который может помочь пройти свои сложные времена в бизнесе и в жизни, и оставаться при этом на линии достижения целей. К тому же, работа с коучем помогает ускорить достижение своего успеха и не терять драгоценное время и остальные ресурсы на какие-то вещи, которые для достижения вашего основного проекта, основных целей, они не так важны, они будут более второстепенны. И в конце концов, если вы хотите вырасти свой бизнес, и причем не идти там черепашьими шагами, а действительно торпедировать очень хорошо, и совершить прорыв с того места, где вы сейчас находитесь, и в будущее, тогда как раз-таки работа с коучем в этом и поможет. Ну и, как я уже говорила, коуч помогает осознать, что является самым важным в долгосрочной перспективе, и коуч помогает держать именно фокус на важных целях для повышения эффективности всего бизнеса. Рост прибыли. Вот лично на моем опыте я уже убедилась, что когда начинаю работать с предпринимателями, и сразу хочу оговориться, я работаю не только как коуч, я работаю отдельно как коуч и отдельно как бизнес-консультант. Где необходимо, я работаю бизнес-тренером, сейчас попозже объясню, почему. И когда мы работаем с предпринимателями, они смогут определить, где они теряют свои ресурсы, где у них утечка идет, и как все-таки повысить эффективность и именно прибыльность. Потому что много чего можно делать, и можно хорошие какие-то замечательные идеи осуществлять, но как это будет сказываться на прибыльности вашего бизнеса? Что будет в вашем кассовом чеке в конце дня или в конце месяца или там полгода или года? А с коучем как раз-таки можно создать план значительного роста прибыли в долгосрочной перспективе. Например, взять хотя бы год, два, три и так далее. Не секрет, что по всему миру высокоэффективные предприниматели работают с коучами. И если они хотят расти свой бизнес, они осознают, что это коллективный стиль. Когда у вас работа, коллективное усилие, я имею в виду не только работу с вашим коллективом, с вашими сотрудниками. Здесь уже идет общение также и с поставщиками, с контрагентами какими-то и так далее. Слышно, да, меня? Да, слышно. Немножко звук пропадает, но он возвращается. И, Айгуль, есть еще один вопрос. Да, секундочку, Светлана, это не вы меня набираете? Просто кто-то с Москвы звонит, я не могу понять. Я держу один телефон в запасе. Нет, это не я. Я все-таки разговариваю. Айгуль, вопрос сейчас или в конце? Можно в конце, наверное, потому что, возможно, по ходу презентации я отвечу на этот вопрос. Но если что-то срочно, давайте сейчас попробую ответить. В конце? Хорошо. Благодарю. Если будет пропадать голос или замедляться, вы, пожалуйста, скажите, я буду немножко тоже темп регулировать. Еще я бы отнесла к выгодам от работы с коучем, это ответственность. Именно вот повышенный уровень ответственности и приверженности следовать важным целям. По большому счету, вы знаете, это ответственность не перед коучем, это ответственность перед самим собой и, возможно, перед своей командой. Потому что, опять-таки, мы же, предприниматель не ставит цели для коуча, он ставит цели для себя, для своего бизнеса. Но для того, чтобы достигать их, все-таки нужно оставаться приверженным своей идее и приверженным своим целям, если мы хотим, или предприниматель хочет достичь успеха, прибыльности. Вопросы, которые можно задавать лидеру предпринимателей, например, чего ты хочешь, чего ты хочешь добиться, если это вопросы про видение, каким ты видишь свой конечный результат. И если вопросы про действие, как ты можешь этого добиться, как тебе команда твоя может помочь, что ты для этого должен делать, что ты должен перестать делать. Вопросов множество. Я не стала здесь все выписывать. Если у кого-то потребность будет, скажем так, лайфхаки и такие шпаргалочки с вопросами, вы мне потом напишите, я имейл оставлю, я с удовольствием поделюсь. Затем, как ты поймешь, что достиг цели? В любом случае всегда нужна рамка конечного результата, потому что цели – это предпринимателя на какой-то период. И цель, которую мы ставим при заключении контракта, как мы поймем? То есть, если мы говорим не про единичную сессию, а мы говорим про серию сессий, про долгосрочное сотрудничество, то что мы видим в конце нашего сотрудничества, нашего вот этого коучингового проекта в сопровождении клиента? Что будет для клиента наилучшим результатом? И вопросы тоже про то, как будут поддерживать приверженность, что будет их мотивировать, что может демотивировать? Тоже можно вызов бросить и сказать, а что может останавливать, а что может тебя демотивировать? И тогда можно здесь поглубже поработать, посмотреть, какие-то есть, возможно, страхи, какие-то ограничивающие убеждения. Как иногда говорят, вот есть такой, знаете, потолок, выше которого не может вот просто в силу своего мышления человек прыгнуть. Если он привык работать, человек у него максимально 300-500 тысяч в месяц рублей, то он выше просто не представляет. А если это представить в разы больше? А если в десятки раз? Нет слова «невозможно». Я люблю вопрос, а как это можно сделать? Когда мы смотрим, работаем, спрашиваем, что ты хочешь добиться, какое твое поведение, поведение, нужно посмотреть еще, почему это важно, почему это важно для тебя, как предпринимателя, кому это еще важно. То есть здесь, если говорить языком коучинга, на верхних логических уровнях, мы по пирамиде смотрим, потому что, опять-таки, даже если человек много лет этим занимался, но этот бизнес не приносит ему никакого удовольствия, и от него одни страдания, но он занимается, потому что надо, это досталось по наследству от родителей, или там была выгодная сделка, была возможность, но эта возможность уже реализована и дальше радости не приносит, тогда стоит задаться вопросом, что важного ты делаешь, когда ты осуществляешь этого, что ценного ты несешь в мир. И если человек, он видит осуществление через свой бизнес какой-то более важной миссии, тогда, естественно, и усилия будут совершенно другие, мотивация будет совершенно другая, и командная работа тоже будет совершенно другая. Когда мы говорим про коучинг в работе с предпринимателями, я хочу сказать, что два основных вида, это индивидуальный и командный или групповой. Почему командный и почему групповой, почему я их разделяю, в чем отличие? Очень часто бывает так, что коллектив есть, работники есть, и даже много, а команды нету. У них нету чувства сплоченности, они не следуют единым целям, и даже такое было, знаете, что люди не знают, какое у компании видение, какая у компании миссия, и вообще зачем мы это все делаем. И здесь приходит на ум сравнение вот очень такой давно используемый образ, такая метафора, да, что как-то человек идет и смотрит, люди работают, камни таскают, кирпичи таскают. Он спрашивает, что вы делаете? Один говорит, так как проклятый камень таскаю с утра до вечера. Другой его спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, ну вот, работаю здесь, семью кормить надо. А третьего человека спрашивает, он говорит, а мы храм строим. И получается часто, что только один предприниматель знает, что он строит храм, а команда или семью кормит, вернее, коллектив, это в лучшем случае, или просто камни таскает, ну так условно говоря. Как наличие сильной команды влияет на эффективность бизнеса? Ну, дальше хотела поговорить про структуры команды, этапы развития в команде и так далее. Но прежде, чем мы перейдем к работе с командами, я сейчас готова ответить на вопросы, Светлана. То, что было до этого. Да, Айкуль, да, у нас осталось 6 минут. Вопрос от Степана. Если существует большой разрыв между миссией компании и реальностью довольно долгое время, как лучше начать работать? Вести персональный диалог с руководителем, владельцем компании по ликвидации данного разрыва? Или же лучше в командном варианте? Благодарю вас за вопрос, Степан. Здесь может быть подход и работа с руководителем, и работа с командой. Но сразу хочу оговориться, исходя из моего опыта, прежде чем вы начнете, если это коуч-бизнес-тренер, работать с командой, очень настоятельно рекомендую поработать, простите, с руководителем и поговорить с ним. Сначала вот хотя бы одну-две сессии провести с руководителем компании. посмотреть, дальше хочет он двигать и развивать бизнес. Если однозначно он хочет двигать этот бизнес, но вот существует такой разрыв между его пониманиями команды, тогда уже наступает время работать с командой. И сразу оговорить конечный результат. Естественно, сразу первое, что на вам приходит, чтобы команда оценила идею, вдохновилась, и была привержена целям и так далее, миссии. Но с другой стороны, есть такие вопросы, которые обязательно я бы вот возьму смелость на себя порекомендовать, проговорить с руководителем, что он готов дать команде взамен. Если вот команда начнет, мобилизируется, все силы мобилизирует и начнет хорошие результаты давать, на что готов идти руководитель, как он готов их поощрять. То есть сразу он должен быть готов к этому, перед тем, как идти с командой работать. Если у нас показатели по продажам увеличатся там вдвое, там на 50%, 60%, что команде будет от этого, что они будут иметь. Вы знаете, хоть говорят, масло от пирамиды своей отказался в конце жизни, но ее, знаете, принципы, они действуют. Если человек не удовлетворил свои основные базовые физиологические потребности и потребности для своей семьи, ему очень сложно думать о чем-то дальше. И поэтому следует подумать о материальной и нематериальной мотивации персонала. То есть какие бонусы там, какие будут вознаграждения и так далее. И потом уже можно идти работать с командой. И здесь я просто поделюсь своим опытом, то, что я вот на протяжении двух лет делала. Мы смотрим, я смотрю с командой. Во-первых, понимает ли команда, что у компании есть введение миссии и стратегия долгосрочная. Очень часто бывает, владелец в собственном бизнесе уверен, что да, а когда начинаю работать с людьми, выясняется, что нет. Владелец говорит, ну как, даже на веб-сайте есть, там все написано. Но не каждый читает веб-сайт, не все смотрят и даже если почитали, они не поняли или как-то вот поверхностно посмотрели. То есть до людей это не дошло. Очень часто вот это в корпоративном секторе, в частном секторе вот эта коммуникация отсутствует или она такая вот поверхностная и до людей не донесли идею и важность этого. И здесь, конечно, когда мы работаем над разработкой видения миссии и стратегии, прежде всего посмотреть можно, какие ценности у компании, какие ценности компания или собственник бизнеса реализует через свою миссию, через свое видение и какие ценности важны для каждого из сотрудников. И если вот из моей практики мы затем объединяли вот эти ценности, смотрели по группам там и что резонирует в ценности сотрудников и ценности компаний и потом находить точки соприкосновения и с этим уже можно работать на уровне глубинных ценностей. И здесь работает командная фасилитатор. Вы можете как фасилитатор работать, мозговой штурм проводить и можно проводить коучинговые сессии. Можно с командой работой задавать коучинговые вопросы в процессе и можно также проводить индивидуальные коуч-сессии с каждым членом команды или хотя бы с отделами. Вот. И сразу хочу сказать, вряд ли это будет однодневный процесс. Чаще всего это как минимум 2-3 дня и иногда бывает так, что день-два мы сразу работаем и потом еще берем день через какой-то период времени. Айгуль, у нас 2 минуты, спасибо большое. И еще один вопрос от Артема. Айгуль, когда вы бизнес-консультант, коучинговые и прочие должности и компетенции, вы их в вашей работе разграничиваете? И сразу же еще один вопрос от него же. С оплатой также различаете? Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Естественно, обязательно. Это я считаю, что вопрос этики прежде всего. Я всегда заявляю, что я во-первых, коуч, бизнес-тренер, бизнес-консультант, я еще сертифицированный фасилитатор и медиатор, но в какой роли я сейчас работаю и что вы хотите. Естественно, я вкратце говорю, что я могу сделать как коуч, что я могу дать как бизнес-тренер и что я могу дать как консультант, управленческий консультант. И это сразу все оговаривается. У нас сразу отдельно оговариваются цены за коуч-сессии, за мою работу бизнес-тренера и работу как консультанта. Поэтому однозначно и цены тоже отличаются. Айкуль, спасибо вам огромное. у нас, к сожалению, к нашему всеобщему сожалению, закончился тайминг и мы вынуждены завершать. Спасибо вам большое за такую очень злободневную для многих коучей тему, для многих участников, я уверена, тоже, и за предложенные решения. Спасибо. Да, я вам, Светлана, хотела поделиться вот просто напоследок вот этим слайдом, чтобы люди, если захотят, могли сфотографировать, себе оставить. Давайте продолжим общение, находите меня в соцсетях, можно написать через электронную почту, здесь указано, моя корпоративная, если будут вопросы, с удовольствием отвечу, коллеги, коучи, бизнес-тренеры, поделюсь лайфхаками, ну а предприниматели, добро пожаловать, сотрудничать. Спасибо большое всем, с праздником еще раз международной неделей коучинга. Да здравствуй, друзья. Спасибо, Регуль. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.